Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, пришло время вскрыть недельные сундуки. Ну, конечно же, всё не могло пройти гладко. Вскрыл сундучок на Монке, начал каст вскрытия сундука на ДК. Офается, конечно же, свет во всём доме на целый час. Прекрасно. Я люблю это действие. Ну, а, конечно же, записанный файл с вскрытием сундука на Монахе и началом вскрытия сундука на ДК. Теперь с ошибкой его никак не вскрыть. Увы. Надеюсь, что хотя бы на ДК фрагмент неожиданности остался. И сейчас, зайдя в игру, я либо открою сумки и уже будет лежать нужная мне вещица, какой-нибудь там тринкет. Всего лишь 425-й. Я же немного прошу на самом деле. Ну, а на Монке просто покажу то, что упало. Быть может, кто-то удивится такому луту, а кто-то нет. Так, что тут на ДК упало? По почте пришло, да? Неплохо. Хотя, азерит засчитался. То есть, можно прокачать сразу голову на 500 левелов. Найс. Ну-ка, что там пришло по почте? Угу. Пуль титанов пришла. О, тринкет. Тринкет, кстати, относительно неплохой. Завывашка. Но для меня он не актуален. Модификаторы текущей недели взрывные прямо тиранические. Модификаторы легкие. Как с ними работать, я думаю, прекрасно знаете. Да, тринкет, скорее всего, просто на продажу. То есть, даже в дамагере играя, думаю, глазик и гром будет намного лучше. Идем на Вара. Ах, ну да. Я забыл совсем о Лутина Монаха. А, у меня еще и база данных всех моих персонажей потерлась. То есть, мне придется зайти на Монка, чтобы показать, что упала на Монка. Что же от Навара упадет? Навара колечко не помешает, кстати. В перчатке. Ху-ху-ху. Ты хорошие в перчатке. Действительно. Хастверса, сокет. Найс, найс. Вместо 410-х, которые с критом, это просто идеально. Я рад такому луту. Отключу к золотая жила. Окей. Немножко анонсов. Собственно, качаю сейчас активно репутацию на войне своем. Последнее превознесение осталось, как видите, сотой фракции. Полутаю маунта, полутаю... Что еще полутаю? Да, звания, ачивки различные. Собственно, последняя фракция, которая у меня осталась, это черный ворон. Для прокачки черного ворона, а именно фазы превознесения, это вторая фаза прокачки, нужны сейфы. Кто играет за разбойника, кто желает заработать немножко голды относительно, ну вообще, легким способом, лишь только основанным на свою внимательность, может чуточку подфармить. Мне нужны тяжелые ларцы в количестве 1100 штук. Высылаете на почту, на воина моего, абсолютно все скуплю. по 50 голды за штуку, то есть эта цена нормальная, цена такая была, по-моему, всегда на эти сейфы, насколько я правильно помню. Также сегодня, получается уже, ну как сегодня, через какое-то время, смотря во сколько вы посмотрите этот видосик, по-моему, 23 мая с 2 до 4 часов по московскому времени, у меня это с 6 до 8 утра, будет стресс-тест беты классика. Что такое стресс-тест? Это тот же бета-тест, скажем так, только немножко ограниченный по времени, и при этом он уникален тем, что он дался многим людям, во-первых, во-вторых, то, что будут проверены сервера на свою устойчивость. То есть до выхода классики осталось чуть более 3 месяцев, а уже Blizzard проверяют устойчивость серверов, потому что ожидают большой наплыв на сервера. Стримить ли это? Большой вопрос для меня. Нужно ли это? Потому что всего 2 часа ограниченного теста, я бы лучше постримил полную бету, когда мне ее дадут. Ну вот, случится ли такое? Конечно, вопрос весьма хороший. Ну да ладно. Как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья, но колечко, которое упало на монаха мне, оно совершенно бесполезно. Берегите ноги. До скорого.